здравствуйте дорогие друзья с вами передача фокус на человека я никому ничего не должен эту фразу обескураженная растерянная клиентка принесла своему психологу фразу фраза была сказана сыном что в ней почему она столь популярна какой вред она может принести обществу человеку мы сегодня будем разбираться с нашим постоянным гостем кандидатом психологических наук доцентом института психологии и образования казанского федерального университета валерия александровна степашкиной здравствуйте здравствуйте почему вот что в этой фразе почему она сегодня действительно столь популярна как сейчас говорят из каждого утюга дело в том что если начинать до изначально вот говорить о фразе я никому ничего не должен это сильно перевернутая я бы сказала искаженное представление взятая из различных течений в психотерапии психотерапии психологическому консультированию я сейчас не о медикаментозном лечении а именно о разговорный разговорном жанре до разговорном жанре и она скажем так индивидуалистично вся психотерапия современные разные течения соответственно раз она индивидуалистично и как бы с опорой на я и с опорой на потребности и с опорой собственно на свои эмоции то есть всегда везде вы слышите там прислушивайся к тому что с тобой происходит как ты себя чувствуешь и так далее но вот этот индивидуализм крайний он немножко трактуется людьми не совсем верно то есть люди предпочитают думать что если все про меня то значит я всегда на такой эгоцентрической такой позиции я мое эго в центре вселенной и все вокруг меня должны крутиться собственно должны но я никому ничего не должен то есть на самом деле я думаю что очень много интерпретаций текстов там психологов которые распространено очень много интерпретации скажем так понятий хотя у всех понятий в психологии есть определение точные вот просто надо иногда в словарь заглядывает а психологически если интересно вот поэтому вот эта фраза я никому ничего не должен она сформировалась ну вот из из такого вот представления что ну вот я в центре вселенной да и все вокруг меня значит как-то вот собираются и они как-то должны вот они должны мне обеспечивать должны да они мне мои потребности и так далее ну да получается если сделать рефрейминг этой фразы я никому ничего не должен значит все должны мне абсолютно верно то есть здесь скорее уместнее было бы тогда продолжить фразу то есть если я никому нет ничего не должен то и мне никто ничего не должен если уж мы говорим о том что связано с долженствованием но вообще тема долженствования она может иметь как бы два направления с одной стороны да я согласна может быть давление на человека со стороны социума чрезмерное большое количество требований отсутствие регламента да вот этих правил поведения в обществе да как как мне себя вести как другим вести себя со мной но я бы сказала что ты должен прежде всего потому что есть законодательство начнем с этого то есть есть определенные закрепленные правила да в законе начнем с этого то есть ты уже когда оказываешься например в какой-то ситуации ты уже живешь по определенным правилам другой вопрос что есть правило негласный о которых люди не всегда договариваются напрямую и тогда тоже возникает вопрос долженствования и это неплохо иначе у нас тогда была полная каша ну то есть если например происходит какая-то ситуация у нее есть определенные правила регламент поведения то естественно есть долженствование которое связано с темой ответственности то есть когда человек ответственен то есть я беру на себя обязательства понимаю какие обязательства беру на себя что я делаю чего я не делаю с кем я договариваюсь и так далее то есть если вы ответственны перед кем-то соответственно вы берете на себя определенные ограничения след следуя которым вы выполняете эти обязательства но это важный такой важный такой момент тут и конечно связано с выбором что человеку должен предоставляться выбор что ему делать что ему не делать то есть если не говорить про законодательство да просто какие-то вот эти правила но вопрос в том что мы договариваемся иначе мы не можем взаимодействовать друг с другом и тогда мы тоже говорим о том что я беру на себя ответственность сделать что-то как-то регулировать себя вести себя как-то вот а есть долженствование которое например связано с отсутствием выбора то есть тебе говорят ты должен вот это ты обязан но договора как такового не было да и даже негласного не был договор поэтому то фраза относительно сына вообще конечно если ты находишься в контексте маленького до микросоциума своей семьи там тоже есть правила поведения и сказать что ребенок вообще ничего не должен но это такая крайняя такая форма тогда он не сможет в общество никак интегрироваться начиная из семьи ребенок учится взаимодействовать что можно что нельзя почему можно почему нельзя здесь важно как я люблю говорить не что а как преподносится да вот правило вот это должен ответственность твоя и так далее когда я слышу эту фразу у меня рождается вопрос никому я никому это кому я ничего это что да и вот здесь вот возникает сразу вопрос о связях этого человека но любого человека который эту фразу произносит с окружением да кому кому конкретно маме папе бабушке дедушке обществу окружению и так далее и что именно не должен как будто эта фраза рождается на каком-то может быть рождена на каком-то сопротивлении да возможно мы же не знаем ситуацию точно вот того клиента который принес эту фразу может быть там ребенка дожали до такой степени что он был вот ну как вот как сопротивление да вот был вынужден этот сказать либо он где-то услышал что называется услышал звон не знает где он и не понимая что он говорит вот просто эту фразу сказал либо просто уже ну вот кто-то сказал что вот ты свободный человек ты никому ничего не должен делать что хочешь но там есть ведь еще аспект созрелостью головного мозга да так вот в том что вы сказали есть несколько таких пластов важных первый момент если мы говорим о том почему ребенок эту фразу произнес и вообще любой человек говорит я никому ничего не должен здесь важен контекст контекст культуры в которой вырос до ребенок контекст возраста контекст как раз того насколько созрел и готов сам ребенок с точки зрения его биологии до контекст того как воспитывают родители то есть контекста факторов почему человек это говорит я никому ничего не должен очень много это первый момент второй момент который стоит отметить что если мы говорим о взрослом состоявшемся человеке у которого уже созрел головной мозг психика функционирует нормально да оптимально я бы даже сказала то есть у него сформированы эмоциональные познавательные волевые процессы он может регулировать свое поведение а это как раз вот возраст где-то от 21-25 лет вот такой важный момент то есть от 1 до 25 лет у человека уже есть кристаллизованное до представление о мире о том какое общество как себя вести и так далее и вот здесь вопрос свободы которые вы затронули есть самая такая известная фраза да моя свобода заканчивается ровно там где начинается свобода другого человека я подчеркиваю то что если у человека все в порядке с психическим развитием и говорим о здоровом взрослым да то у него уже созрели до все функции контроля и регуляции это на самом деле не просто так наверно природа задумано а как раз связано с тем чтобы человек мог как-то приспосабливаться социализироваться и отвечать за то что он делает и собственно говоря отвечать за то что он может причинить кому-то вред или наоборот помочь он и несет ответственность то есть он отвечает за то что делает по отношению к другому человеку то есть понятное дело если мы говорим о ребенке что этому ребенка учат до чему вернее что делать что он должен чего не должен что такое ответственность что такое выбор и так далее понятно я говорю что если два две крайности что когда долженствование воспринимается как способ давления воспитания то есть ребенку не объясняют почему и как просто ты должен даже должен 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 да и у него может возникнуть такое внутреннее сопротивление почему я кому-то что-то должен то есть бунт такой потом мы можем говорить о подростковом возрасте то есть это характерная может быть черта да для подростка когда он становится взрослым но все еще остается ребенком вот этот вот стык до между представлениями о том какой я и какой мир тогда дав в качестве бунта но это все должно быть по сути ну преодолено и ты тогда должен выбирать и понимать вот здесь сфера как бы зона до моей ответственности а здесь не нет моей ответственности но мы не за все отвечаем не все можем контролировать не всем можем управлять но тогда и не нужно говорить с другим людям о том что да вот я конечно же обязательно сделаю вот это вот это еще вот много-много всего и поэтому когда человека спрашивают ну а почему ты это не сделал ты же был должен был сделать или и тогда если уж ты назвался груздин полезай в кузов здесь вот еще я правильно вас поняла что допустим когда это говорит подросток ну вот не оформившись до конца человек там могут быть вот те названные вами причины а когда эту фразу говорит взрослый мужчина который на стоянке как-то на парковке поперек всему движению поставил машину и при этом на какие-то возмущения говорит а я никому ничего не должен то говорит ли это о том что человек в принципе отказывается от соли за от социализации но он не то чтобы от социализации отказывается но есть до варе рует и да он игнорирует до игнорирует общественные вот нормы поведения ну то есть я говорю тут очень важно что если я никому ничего не должен тогда не удивляйся например если твой машину эвакуирует и тебе придется платить большие штрафы на стоянку ехать там полдня проводить оформляя документы и так далее это как минимум а появится еще другой человек который тоже никому ничего не должен и он может вообще просто рада ранее протаранить машину да и как бы не удивляйся то есть это вопрос который затрагивает то о чем я говорил до границы от границы моего поведения границы того что я могу то есть если ты хочешь чтобы с тобой вели себя определенным образом то соответственно нужно все-таки да какие-то правила соблюдать и даже я могу сказать есть самый простой пример должностного не руководителя подчиненные обязанности сотрудников то есть есть какие-то например вопросы допустим которые в рамках своего функционала ты не можешь решить или ты наоборот мор только ты можешь решить и он говорит ну секретарю например руководить он говорит иди там реши вопрос там не знаю с моим там главным генеральным директором какой организации она вообще не понимает то есть она как я не должна это решать это мой уровень это не мой уровень это границы до которые не как я не могу перейти сану в инструкции и например да даже дело не в инструкции мы все равно не живем да да просто не знаю это это не ее функционал они просто некомпетентно даже то есть любая сфера которую мы не взяли будь то простая парковка автомобиля или мы берем какие-то до служебные обязанности любые или мы берем отношения в семье все равно есть правило и взаимодействие да который повлечет за собой определенные последствия и для того чтобы эти последствия были позитивными нужно уметь брать на соответственно правильно ли я понимаю что ну вот поскольку мы все люди в обществе то это вообще в принципе невозможно не быть никому обязанным да потому что ну ты как бы это не звать громко не звучало ты обязан своим рождением родителям ты обязан людям которые с тобой общаются то есть если даже если смотрите вот если допустим молодой человек и девушка если ты как-то продемонстрировал свою заинтересованность девушки то ты получается уже несешь ответственность за свое поведение то есть это постоянное осознанное понимание того что ты делаешь почему и как и когда человек использует эту фразу он как будто бы зачеркивает все здесь есть нюансы смотрите психология да взаимодействие людей она не так проста то есть мы не можем сказать два плюс два равно 4 если мы говорим про случаи рождения ребенка здесь вот в момент когда он рождается и вообще его планируют и так далее вообще то он на самом деле не обязан не обязан да потому что вот здесь очень важный момент понимаете продолжен очень хороший пример с позиции родителей можно родить ребенка и воспитывать его просто ограничивая функционал ну то есть я его кормлю я его мою одеваю да мою одеваю я я как-то отвожу его в детский сад привожу детского сада все то есть зона моей ответственности закончилась но дело в том что как известно и дети которые недополучают любви и заботы и так далее у них происходят сложности в развитии искажение так скажем да в личностном как бы формирование и так далее и вот здесь очень важно что когда он при родитель готовится стать родителем он берет на себя ответственность он должен понимать что это не только вот этот вот эти функции он обязан должен заботу любовь и так далее поэтому если вы не готовы а есть это вот понятие психологической готовности взаимодействовать вы сами недостаточно личностно еще да там готовы подросли и так далее то ребенок вообще-то может потом сказать а почему мне вот этого вот этого то есть не дали не дали то есть все-таки правила взаимодействия с позиции взрослого то есть взрослый он должен ребенок рождается когда он растет вот я о чем говорила на что он постепенно усваивает правила социализация это усвоение культуры правил опыта предыдущих поколений через семью через семью и в процессе постепенно он научается тому что он должен а чего не должен что он имеет право делать чего не имеет права делать он учится границам тогда это очень важная потребность потребность границах в компетентности который подкрепляет заботливый взрослый то есть манипулировать например родителями да уже даже 40 лет от роду например человек вот я там вам ничего не должен и так далее там подобное в общем то да в общем то да но я говорю это очень важный такой принцип обращайся с другими так как ты хотел бы чтобы обращались с тобой второй случай про девушку и молодого человека то тоже все не так просто потому что понимаете часто что женщины что мужчины в силу личностного опыта и скажем так проекции из предыдущего до из предыдущей жизни предыдущего опыта они очень часто переносят интерпретацию того что говорит другой на настоящие настоящие отношения то есть человек например проходя мимо в коридоре может сказать у тебя прекрасно этом сегодня платье девушка это воспримет что о кажется он в меня влюбился он не теперь должен жениться и так далее тому подобное он будет удивлен а вообще как то есть есть нюансы понимаете что все таки интерпретация психика то субъективно да и мы понимаем все по-разному поэтому все таки должны быть какие-то ну как это сказать внутренние да какие-то правила какие-то камертоны да когда ты понимаешь каких случаях а еще лучше не думать о том и не интерпретировать а напрямую спросить у человека а я тебе понравилось а вообще если что-то между нами если вы получаете прямой ответ тогда от этого уже можно как говорится плясать то есть понимать что дальше то есть если человек вам сказал что у вас платье красиво этого все не значит что он чем-то вам обязан должен и так далее а если встать на сторону человека которому говорят вот эту фразу я тебе я тебе например или вам ничего не должен что понятно что чувствует человек наверное как минимум растерянность до подавленность какую-то как реагировать на эту фразу ну смотря понятно что от контекста тоже зависит от ряда кто то есть кто это говорит ну давайте вот с начальной ситуации когда эту фразу своим родителям своей матери собственно говоря сказал сын но вообще конечно стоит все таки немножко подождать отпустить эту ситуацию может быть там на день на два чтобы все успокоились и потом сесть и с ребенком поговорить объяснить показать как это работает почему ты должен и так далее это первый момент второй момент все-таки проанализировать если там действительно есть какая-то психологическая подоплека почему так происходит что ребенок эту фразу бросил очень часто вот я говорю когда родители с детьми обращаются за психологической помощью я прежде всего спрашиваю сами психотерапии проходит и проходили или нет и родители удивляются почему мне это вообще нужно то есть вообще хорошо бы профессионально с кем-то поработать самому с вопросом тоже когда я умею говорить да когда умею говорить нет умели я вообще это делать кому я должен как вообще к ответственности отношусь какие у меня есть есть отношения до к моему ребенку и так далее то есть и самому родителю хорошо бы с этим поработать то есть понять вообще почему это произошло разговаривать у нас очень сложно вот с коммуникации да вот эти вопросы при этом если возвращаться к вообще к начальному вопросу вредна не вредна почему вот это происходит это же ведь очень инфантильная такая история позиция может быть такой что в воспитании родитель все делать за ребенка он не дает ему самостоятельности вот про опыт не дает ему возможность получать свой опыт на детских площадках родители все время рядом в школу родитель отводит приводит постоянно контролирует ну опекание такое чрезмерно за него делают уроки это как шутка была такая вася у нас силен в математике учится папа а вася сдает песенка так да 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 вот из разряда да то есть все и как бы тебя приучают говорю с детства что ты в общем-то никому ничего не должен тебя все сделают то есть данной конкретной ситуации конечно разговаривать с детьми может быть менять какие-то правила но быть последовательными в систематичными да не так что сегодня я вот так себя веду по отношению к тебе то есть противоречие воспитание а завтра по-другому на следующий день еще как-то по-новому то есть последовательным системным в отношениях с ребенком разговаривать объяснять почему выяснять с чем это связано какие-то может быть вообще были факторы сторонние откуда эта фраза например взялась как он это понимает и так далее объяснять что да действительно в каких-то ситуациях ты не должен о чем-то думать но тоже объяснять опять-таки почему да и что важно мы здесь говорим по словам ребенок подразумеваем не ребенка буквально как вы сказали молодого человека до 25 лет да да а вот у нас да не сформулирует не сформируется до конца кроме того очень важное такое правило пока мы разговаривали она вот у меня так оформилась да это про то что когда ты сам не соблюдаешь какие-то обязательства то есть ты не следуешь каким-то требованиям не выполняешь их то не удивляйся что вокруг тебя те кто видит как ты себя ведешь тоже ведут себя подобным образом то есть ребенок горки я никому ничего не должен может быть кто-то в семье тоже так себя ведет все наблюдает дети очень все видят наблюдают они хорошо все впитывают у них хорошо хорошо работает механизм идентификации с референтной группой у них хорошо работает вот это вот подражание копирование копирование вот они то что как говорится вижу то пою да много 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 аспектов которые вообще хорошо было бы отследить если же мы говорим о взрослых людях ну что могу сказать если это человек постоянно ну то есть тоже систематически не выполняет какие-то правила до требования и обязательства которые есть он все время вас в прямом смысле этого слова обманывает кидает как это говорят да еще или используя используют манипулирует и т.д. и тому подобное ну что могу сказать это вопрос уже к этому взрослому человеку зачем продолжать для чего и почему тоже до продолжать вообще коммуницировать я конечно понимаю что есть ситуации там рабочие так далее когда ты не можешь но это как говорили или можешь но с большими потерями потерями да то есть тогда ты понимаешь что например какие-то вопросы решать придется самостоятельно то есть мне никто ничего не должен и соответственно я сам буду справляться с каким-то сложностями но если вы понимаете что человек никак никак не идет на контакт никак не хочет регулировать свое поведение то тут обидно пообижайтесь позлитесь поплачьте может быть даже ну то есть эмоции какие-то отреагируйте проанализируйте вообще что произошло и но расставайтесь то есть это тоже важно умение до расходиться с людьми которые не выполняют обязательства как будто эта фраза еще про недоверие миру как будто люди которые на самом деле не все равно в какой-то момент получили какую-то травму и вот этой вот этой фразой отгораживаются от негатива вот мне как-то вот про недоверие мира там услышала не знаю может я ошибаюсь ну такое может быть да вот опять подчеркну что часто выбор маски циничного эгоизма частая до история про то что вот циничный ли это эгоизм или это вот такая детская защитная защитная реакция то есть я же никому ничего не должен я говорю вот такой немножко инфантильный подход в жизни он может быть способом защиты к примеру далеко ходить не будем мы говорим о взрослом сейчас человеке вот взрослый человек например он приходит на работу и ему говорят вот тебе нужно выполнить вот это там не знаю техническое задание вот задание какое-то и вдруг у него в этот момент актуализируется его вот убеждение представление да схем какая-то которого накрывает из детства то есть он перекладывает вот этот опыт трагматически такое может быть например ему где все говорили вот тебе нужно выполнить вот это сочетание этих слов актуализирует буря эмоций триггер триггер да слово да такое подходящее и человек сразу реагирует и говорит я вообще никому ничего не должен почему я должен выполнять техническое задание находит массу каких-то оправданий и так далее и тому подобное если это происходит постоянно и вы например работу теряете из-за этого или вы не растете да в ну вот по карьерной лестнице или вы понимаете что у вас плохие отношения вообще с окружающими ну обратить внимание на это стоит и даже бывает такое что люди действительно потом осознают да какие-то моменты что почему я вообще так среагировал ну дали мне задание я же мог его выполнить это один такой важный момент этого много вот этих защит что никому ничего не должен не буду не хочу этого много да такое бывает но если другая история что ну хорошо ты понял что ты вот у тебя в детстве было так и ты говоришь ну ты понимаешь у меня вот в детстве было так но другой человек не должен тебя понимать детство-то закончил вот он не должен да детство закончилось бесконечно обращаться к своему вот тассетовать на свое несчастное детство взрослому человеку это тоже инфантильность соответственно то есть если ты обратил внимание на это ты видишь что ты так делаешь ну делай что-то с этим не знаю памятку себе повесь большими буквами напиши либо если ты принимаешь выбор ничего с этим не делать тогда опять таки не удивляйся тому что с тобой поступают вот именно так абсолютно верно так что тебя это совершенно не устраивает абсолютно верно ну и есть еще такой важный момент ты все время будешь попадать в отношения с людьми разного уровня которые будут неудачными или ты вообще ну такой вот социальный немножко да такой контекст когда ты все-таки выполняешь обязательства ты ответственный это знаете как вокруг тебя будут люди которые статусно социально психологически успешны угу то есть ты выберешь например стабильного мужа или жену эмоционально стабильного успешного реализованного у тебя будут классные коллеги ты будешь работать я не знаю в лучшем каком-то месте которое да и потому что ты что-то должен и ты это реализуешь то есть и ты в общем вот в контексте вот этой успешности ты постепенно постепенно обрастаешь людьми которые вот именно социально психологически да здоровые успешные гармоничные и спокойно воспринимают долженствование абсолютно верно то есть уметь быть должным это взрослая зрелая позиция а вот еще интересный момент поскольку чаще всего все-таки на сегодняшний день эта фраза принадлежит молодому поколению возможно ли здесь но такое вот модное заражение модное заражение словом что вот ну какой-то значимый провестник говорит эту фразу при этом выглядит очень независимо гордо сильно как-то я не знаю заманчиво и второй менее скажем так пониже в иерархии принимает бездумно это слово и начинает им направо налево пользоваться просто чтобы подражать тому кто для него выше в статусе здесь очень важно как бы да критическое мышление вот с этим вообще беда сложно да но все-таки можно начнем с того что просто проанализируйте человека который вам это говорит то есть по каким критериям вы решили что он действительно прав прав по каким критериям он вот про успешность чего он такого сделал как он реализовался то есть про сверстников да про молодое поколение понимаете это неплохо если у него там очень много возможностей там материальных социальных да в контексте там мамы папы но это мама и папа это не ты и поэтому в этих условиях легко говорить я никому ничего не должен все понятно посмотрим дальше да как как ты сам это будешь реализовывать это довольно такой непростой путь подтверждать да то что ты действительно там что ты себя представляешь поэтому критически оценивайте кто вам это говорит еще один такой момент недавно совсем вот экзистенциальной психологии книги бюджентале по моему книга истории фрэнка история молодого человека который ходил к психотерапевту при этом выглядел совершенно как бомж не мылся не брился не стригся ходил в лохмотьях совершенно не мог восстанавливать никакие связи общественные коммуникации были нулевые прямо отрицательные все от него избавлялись и так далее и он при этом может быть другими словами но смысл фраз всегда был один тот же я никому ничего не должен я не должен стричься если я не хочу я не должен бричься и вообще оставьте меня все в покое вот прям такая асоциальная история которая после трехлетней нет годовой в книге годовой терапии с профессионалом закончилась его в общем-то нормальной социализации то есть по большому счету мы здесь говорим о том что если человек вот использует фразу эту в своем лексиконе и не раз и не два и не три наверное вот в сад все в сад психологу наверное надо все-таки сходить рекомендации хорошо бы да сходить к психологу да там можно разбираться почему он так одевался что ему это давало как это вот этот способ да тоже защиты уход ну вот прям пример яркий вот это избегание контакта социумом это знаете как можно иметь большой потенциал но при этом вот никак его не использовать никак не использовать да психологу хорошо бы но много на самом деле всяких происходит вообще вокруг человека событий но тут понимаете какой момент он же почему-то пришел все-таки да это основное значит его это не устраивало изначально просто искал возможность шанс как абсолютно то есть потому что мы можем наблюдать людей которые выбирают выбирают сознательно вот путь такой вот социального отрицания отрицания да изоляцию от взаимодействия вот таким образом или каким-то другим образом еще по-разному да и он выбирает и вот ему комфортно он так живет но это опять-таки вопрос выбора вопрос выбора личного если человек все-таки хочет и я говорю он понимает что что-то не то или с моим ребенком да в отношениях что-то не то или со мной как-то вот то психолог психотерапевт может быть какое-то я не знаю занятие наставник какой-то может и такое быть да когда другой человек как-то обучает тебя в контексте вообще не психологии но ты видишь ну такой же учитель жизни да но ты видишь как человек например выполняет свои обязательства как он следует требованиям как он вообще регулирует тебя и ты ну например удивляешь то есть опыт какой-то новый да нового контакта общения то есть это не обязательно только психологи может быть вот стоит сделать ну тут важно сделать шаг да стоит сделать шаг какой-то читать начать может быть об этом да может быть разговаривать с близкими резюмируя наш разговор получается что у нас есть как бы ну условно говоря собрана так рекомендации для двух категорий для тех людей которые говорят эту фразу и для тех людей которые ее слышат вот те которые ее слышат вы сказали нужно с этим с автором этих слов поговорить разобрать что почему это достаточно громкий сигнал о том что в коммуникации что-то не то и нужно разбираться и для человека который это говорит в трех словах так завершая разговор для человека который это говорит опять да обращаем внимание если мне часто говорят об этом тоже хорошо бы разобраться кто мне это говорит почему мне это говорит тут тоже важно вот я человек и я говорю например я никому ничего не должен или мне говорят я никому ничего не должен как я на это реагирую почему эти люди часто опять-таки появляются в моей жизни что происходит такого что я такого делаю может быть например я перекладываю много ответственности своей на другого и когда человек не выполняет ее потому что в общем-то с вами договаривался не удивляйтесь что у вас ничего не получится тоже такой вообще очень многоаспектная проблема продал про должен не должен ты удивляешься обижаешься потому что отец человек ну я тебе не должен был и да да то есть а я то думаю и я никому ничего не должен переложу к я ответственность да вот это делегирую я всем все вот тут много нюансов тоже задуматься может быть поговорить может быть даже рассказать о каких-то своих чувствах что с вами произошло вообще может вскрыться много всего интересного вы узнаете почему другое так вот почему вы так реагируете как вы вообще себя ведете ну и наверное тоже вот я как-то читала в переписке что я никому не должен это вообще не про свободу то есть часто ребята которые говорят они думают что вот они эту фразу сказали и они сразу свободными стали от всего вот от этого самодолженствования а свобода это та же самая вещь которая требует неимоверного неимоверные ответственности неимоверного понимания что ты где ты и как ты согласна согласна свобода путают частенько это мусу да это надо да это не про бесконечный хаос и не без не про беспорядок который вот что хочу то и врачу то есть это вот для этого и слова анархия да когда психологический человек вообще вот что хочу то и делаю в этом смысле слова свобода это осознанный выбор конечно свобода да если я могу выбирать я могу выбирать как раз что я должен чего не должен прекрасная фраза для завершения нашего разговора спасибо большое и так зрители те кто встречаются с этой фразой или сами ее произносят есть прекрасная возможность за для того чтобы понять что я на самом деле должен кому я должен и это про сознательный выбор спасибо что были с нами всего вам хорошего берегите себя с вами была передача фокус на человека в студии работала наталья жула